Чуть больше трех часов назад в США началось самое долгожданное политическое событие этой осени. В шесть часов утра по местному времени на восточном побережье открылись первые избирательные участки. Фаворитами президентской гонки являются республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон. О том, как к этому дню подошли оба кандидата и что изменится после выборов, расскажет Тимур Ермашев. Американец Деннис Кинн три с половиной года назад открыл в Алматы школу по изучению английского языка. Свой гражданский долг гость из Калифорнии исполнил раньше большинства соотечественников через интернет. Он считает, что президентом США должна стать женщина. Я верю, что он очень опытный человек, умный человек. И во-вторых, я принципиально против Трампа. Потому что, честно говоря, как много американцев, он для меня очень страшный человек. В случае победы Дональда Трампа он будет первым в истории миллиардером-президентом. Если же победу одержит Клинтон, то она окажется первой женщиной на этом посту. Оба кандидата были замечены в различных скандалах. Бывшего госсекретаря США обвиняют в том, что она могла разгласить государственную тайну, отправив важную почту с личного имейла. А Трамп был обвинен в целом ряде секс-скандалов. Тем не менее, именно Трамп, с точки зрения политических обозревателей, представляет наибольший интерес. Дональд Трамп тоже, как показала практика, нашел серьезную поддержку. У значительной части американского общества, которое неожиданно для всех, даже для республиканцев, вдруг решил отказаться от политкорректности. И тем не менее, своими сексистскими высказываниями Дональд Трамп настроил против себя многих избирательниц, чем не применуло воспользоваться его главный конкурент. Хиллари не раз привлекала к своей предвыборной кампании известных женщин. В ее поддержку уже высказывались Бейонсе, Леди Гага, Мадонна и многие другие. Присоединяйтесь ко мне и будьте вместе с первой женщиной-президентом из президентской семьи. Эмма из штата Висконсин страдает церебральным параличом. Она была прикована к инвалидному креслу всю жизнь. Однажды она увидела видео, где Трамп высмеивает инвалида-репортера. Я спросила ее, за кого она будет голосовать, и она ответила, я с тобой. Расскажите об этом друзьям и идите голосовать. И еще. Сейчас Дональду Трампу 70, Хиллари Клинтон 69. В случае победы к концу срока ему будет 78, а ей 77. Кстати, у многих аналитиков возник вопрос, не пойдет ли по стопам Клинтон Мишель Обама. Она уже говорила, что не связывает свою судьбу с политикой, но ее активность все же дает повод усомниться в этом. Казахстанцев же больше всего интересует, как поведет себя доллар. Так вот, большая часть экспертов полагает, что с точки зрения казахстанской валюты будет лучше, если победу одержит Клинтон. Тимур Ермашев, Сергей Шуйский, Информбюро, 31 канал.